Предприниматели предлагают решить проблему мусора в Якутске путем сортировки и сжигания. Какие проекты уже внедряются, какие в планах узнавала Туяр Филиппова. Дворник Василий Заморщиков замечает, что в последнее время народ более аккуратный. Разбросанного мусора стало куда меньше. Ну, народ ответственный. Недобросовестные такие, просто это, да. Но в основном-то вот сюда все скидывали. А жители 202-го и 203-го микрорайонов еще и активно поддержали начинание по раздельному сбору мусора. Месяц назад здесь установили контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Предприниматель Евгений Петров с удовольствием отмечает, что просчитались как с объемами мусора, так и с энтузиазмом населения. Когда мы их ставили, крышечки сказали, ну, к Новому году заполнится, дай бог. Ничего подобного. Заполняемость контейнеров идет потрясающая. В неделю это стабильно. Один раз мы просто объезжаем, а звонки поступают через день. Приезжайте, контейнер полный, да еще ругаются. Для более масштабной реализации проекта предприниматель предлагает помимо населения задействовать и предприятие. Ломать схему, перебирать, складировать отдельно, звонить, хлопоты, шевеления. А зачем? И так с любой организацией с нашей возьми. Вот эту схему сломать только при казном порядке. Постановление какое-нибудь сделай. О запрете вывоза полезных компонентов на полигон. Еще одно перспективное предложение по утилизации мусора – сжигание отходов. Причем разных, в специальной установке. Опытная разработка местных предпринимателей и ученых Академии наук, по заверениям авторов, может полностью решить проблему мусора. Особенно в Улусах, где нет полигонов. К тому же установка не загрязняет экологию. Хотим запустить производство этих новых технологий в Якутии. Под брендом «Сделано в Якутии». Сейчас компания ищет инвесторов. Проект мог бы заинтересовать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. До конца года они должны быть определены. И с 2018 года новую систему обращения с отходами планируется внедрить по всей стране. Однако итоги конкурсного отбора регионального оператора именно центральной зоны были недавно аннулированы. Федеральная антимонопольная служба усмотрела нарушение порядка организации и проведения конкурса, проведенного МинЖКХ.